В феврале этого года у нас в Комитете врачей за ответственную медицину появилась идея, почему бы не запретить продажу средств личной гигиены, тестируемых на животных. Для этого мы сфокусировали внимание на Калифорнии и объединились с группой социальных состраданий в законодательстве и сенатором Кэтлин Галджиэнни для ознакомления с законопроектом, названным Косметический акт Калифорнии без жестокости, или сенаторский законопроект 1249, для Калифорнии считающийся пятой по счету крупнейшей экономикой в мире. Мы знали, что этот законопроект будет иметь поразительный эффект. Косметические компании не захотят производить одну продукцию для Калифорнии и такую же самую для продажи в других местах. И сразу же после этого наши звездные друзья оказали нам поддержку. Мы с Алисой Сильверстоун, Моби и с другими звездами, участвующим в этом видео, стараемся привлечь внимание к этой проблеме. Видны фигуры, такие как звезды NBA, Джон Сепи, звезда сериала Настоящая Кровь, Харли Квинн Смит. Актриса и писательница Алиса Сильверстоун, активистка Мэгги Сью, посетили столицу для встречи с законодателями. Участие в митингах и выступили на слушании законопроекта. Такие знаменитости, как Сия, Эмили де Шанель, Алиса Мелано, Майами Биалик, Джейн Велес Митчелл и другие попытались решить эту проблему в медийной индустрии. Привет, Калифорния! Мы хотим рассказать тебе об уникальной возможности, которая спасет миллионы жизней животных, а также одновременно помогает сделать продукцию, которую мы используем более безопасной для нашего тела. Важно знать, что совсем недавно сенатор Кэтрин Галджейни представила косметический акт «Калифорния без жестокости», предложенный как законопроект, прилагающий запрет тестирования шампуней, кондиционеров, ухода в косметике за лицом. Прямо здесь, в Золотом Штате, каждый год сотнями тысячам животных наносят увечья и убивают ради тестирования косметики. В эти варварские эксперименты обычно включаются использование химикатов для бритья шерсти или вбрызгивания напрямую в глаза, беззащитных животных, которые не способны двигаться или даже моргнуть. С точки зрения науки, люди и животные очень часто по-разному реагируют на химикаты. И из-за того, что животные реакции необъяснимы и непонятны для людей, эти тестирования приводят к неточным и бесполезным результатам. В это же время имеются более безопасные научно обоснованные альтернативные методы, которые дают более точные результаты, связанные с человеческим здоровьем. Именно поэтому необходимо работать с всем штатом с наибольшим населением и экономикой в стране. Если Калифорния запретит использование тестов косметики на животных для того, чтобы придерживаться стандартов, тогда производителям не останется выбора и придется остановить причинение вреда животным в целях продажи косметики для всего США. Если США выступит против жестокости над животными, то присоединится к ЕС, Индии, Израилю и, возможно, даже Канаде и Австралии, в исключении животных из тестирования косметики. Больше и больше стран приходят к общему мнению о том, что большинство мировых брендов фактически не будут иметь выбора, им придется создавать свою продукцию без применения жестокости. Подождите минуту, не думайте о том, что что-нибудь произойдет без нашего участия, чтобы выбранные нами представители в органах власти Калифорнии приняли этот закон. И именно сейчас ты можешь прийти и принять участие, просто нажав на ссылку ниже и в конце концов помочь стать Калифорнией зоной без жестокости над животными. Законопроект завоевал внимание соавторов и страстных сторонников в правительстве с помощью члена парламента Эш Клара, ставшего соавтором и борцом за принятие законопроекта. В качестве губернатора Джерри Браун принял косметический акт Калифорнии без жестокости. Сенаторский закон означает не только, что компании, продающие ходовую косметику в Калифорнии, не могут тестировать ее на животных, но также обязаны подтверждать безопасность своей косметической продукции без использования животных. Это повысит уровень применения метода без животных среди всех методов тестирования безопасности косметики. Всем сторонникам, кто поддерживал нас, звонил, писал письма и отправлял электронные сообщения, делая публикации, участвовали в митингах, встречался с представителями, обсуждали эту проблему с друзьями и соседями. Хочу сказать спасибо. У нас бы это никогда не получилось без вас.